всех приветствую дорогие зрители канала герчик и к с вами виктория сипчук тема данного видео будет про то что трейдера убивает в торговле конкретно какие проблемы его преследуют на протяжении всей его деятельности начнем с первого это торопливость почему торопливость потому что трейдинг это вообще такое дело специфичная деятельность которая рассчитана на гибких людей то есть нужно ждать иногда бывает что нужно подождать там не час не два там день два и три трейдер торопится заходит раньше допустим сделал у него написано определенные условия до точки входа определенное что должно произойти на графике он этого не дожидается он быстрее ему хочется как будто бы он думает что ну все таки так будет и он заходит а торопится соном это очень часто происходит на сильных уровнях да если например трейдер ждет пробоя происходит ложный пробой или же наоборот трейдеру кажется что вот-вот да все нормально вот я вроде прогнозировал правильно в итоге все это не срабатывает на самом деле трейдинг такая очень такая точная деятельность здесь конкретно работают именно цифры да конкретно то что вы заходите по определенной цене при определенных условиях здесь конкретно все должно быть у вас прописано чтобы вы себе даже не думали да вот зайду к этом пораньше на не дожидаясь закрытия какого-то бара потому что если вы не дожидаетесь или у вас нету времени быстрее хотите зайти это на самом деле это первое что убивает трейдер в торговле в итоге теряете деньги вы получаете лишние убытки второе вне системность а ты когда трейдер написал себе систему написал себе нарисовал картинки написал себе условия точки входа до параметры что должно произойти чтобы заходить в итоге что происходит он что-то увидел в рынке до похоже якобы как кому кажется что-то похожее вроде бы как бы вроде как бы сейчас все сработает и трейдер заходит рекомендация моя тем кто только начинает дали там уже торгуют давно не но не понимает а почему в чем проблемы в том что у вас есть определенные условия у вас есть определенные картинки если вы хотите куда-то зайти у вас должно быть это прописано вы не можете сначала заходить а потом себе это писать вы заходить можете и потом писать это когда вы учитесь да вы торгуете все подряд но когда вы уже торгуете по системе у вас должна быть конкретно условия соблюдены до которую вам на графике вам показать график вам дает этих условия если и график вам показывает, что да, можно зайти, вы заходите. Бывает такое, что да, рынок, вот он не дает ни день, ни два, ни три, ни четыре. Вот вы сидите, ждете. Системы нет, да, то есть я имею в виду, картинок по системе нет, и точки входа тоже нет. Ваша задача сидеть, ждать. А иначе это просто приводит к тому, что ваша торговля становится просто безрезультатной. Третье. Лень. Лень такой самый, очень такой, наверное, важный аспект. Трейдеру, либо трейдер просто уже не получает удовольствие, либо ему это дело не нравится, либо он, в принципе, не любит трейдинг, он ленится вообще просмотреть там новости, сделать качественные домашние задания, просмотреть там различные инструменты, провести точный анализ, все это себе записать, а не так, что там посмотрел, что-то там в голове запомнил. На самом деле в голове запоминать это не очень хорошая идея. Я раньше тоже работала без домашки. Я как будто бы мне казалось, что вот я тут дознаю, я и так все знаю. То есть это на самом деле так кажется, да, что в голове все запоминать. Хотя вы одно упустили, второе, третье упустили, это вы, вы заходите, акция уже пошла, или там валютная пара пошла, а вы себе просто не записали и забыли. Хотя вы с утра смотрели и хотели, например, это сегодня купить, но вы не купили, потому что вы просто поленились записать, и в итоге пропустили сигнал, да, хотя сигнал был хороший. Поэтому лень это тоже такой важный аспект. Не нужно лениться, если вы хотите работать, да. И еще скажу такой момент, я это озвучиваю также в своих других видео, про то, что трейдинг очень тяжело совмещать с другой работой. Потому что когда вы совмещаете, соответственно, у вас нет времени. Вы устаете, вам лень там уже в трейдинге что-то делать, потому что вы отдаете время своей там основной работе. Поэтому если вы хотите заниматься упорно трейдингом, как основной профессии, здесь нужно много свободного времени. Потому что когда вы торгуете, это сосредоточенность ваша, да, это полностью ваш комплексный анализ, вы должны все просмотреть, да. Если вы хотите качественно торговать, и чтобы у вас были результаты, это нужно ваше время, да, свободное. И нужно работать над собой и работать над своей торговлей. Поэтому лень это такой тоже такой важный аспект, который, пункт, да, который убивает вас в торговле. Жадность. Жадность, конечно же, такая очень сильная эмоция. Она проявляется тогда, когда вы хотите забрать больше с рынка, вам дают вот столичку, вы хотите забрать вот столько, да, как будто бы вам кажется, вы ставите себе потенциал прибыли всегда больше, в итоге эту прибыль вы вообще не забираете, да, хотя рынок там, возможно, 5 к 1 прошел, там, или 6 к 1 прошел, вы поставили себе 20 к 1, и вы сидите ждете. Это проблема, да. То есть, соответственно, вы должны подстраиваться под рынок, смотреть, какой сейчас рынок, если он крайне волатильный, новостной, значит, вы работаете с цифрами, да, вы работаете там 3 к 1, 4 к 1, забрали все и успокоились. На самом деле, невозможно забрать с рынка все, да, все движение, никто, мало кто, да, могу сказать, даже никто, 100% не забирает. 30, 40, 50, там, от всего тренда, возможно, глобального, если вы забрали, это уже хорошо, это уже вам плюс, плюс вашей торговли, что вы уже взяли технично правильное движение. Ваша задача – зайти правильно, все. Зайти правильно и забрать технически правильное движение. А то, что там он дальше пойдет или не пойдет, это вас вообще уже не волнует, понимаете? То есть, если он даже дальше и пойдет, опять же, дальше у вас должны быть точки ухода и свои системы, а не так, вот, да я там, до зальюсь или, как там говорится, я там, до зайду, до забираю то, что не забрала. На самом деле, вы вот это забрали, а то, что вы хотите до забрать, в итоге вы сливаете, в итоге вы получаете ноль. Ничего хорошего там происходит. Это жадность, да, то, что вы в тренде забрали, возможно, да, вы хотите там в тренде еще что-то забрать. Вы можете зайти на продолжение тренда. Есть такие сделки, но в этой сделке на продолжение тренда тоже должны быть свои условия. А не так, чтобы вот он идет, и я вот зайду. Просто вот это слепо вот куда-то заходить, это очень плохо. Это внесистемность, да, опять же, это жадность. Это ваша лень вообще проработать ваши точки входа от иду. Следующий пункт – недальновидность. Это касается тех трейдеров, которые хотят зарабатывать с рынка, да, и работать, в принципе, в этой сфере, в принципе, серьезно, да, и надолго. Если трейдер, он не думает об этом, как его счет будет дальше, какой у него будет счет, какой у него будет капитал и как он будет дальше жить. Вот он живет одним днем. Вот ему надо заработать сейчас, сегодня и немедленно, вот прямо сейчас. Все. И как будто бы ему кажется, что все, больше сделать не будет, все, больше никаких моментов таких не будет. Это все ложное представление. Будет и завтра, и послезавтра, и каждый день, понимаете, да, в зависимости от того, как вы делаете домашнее задание. Если вы делаете качественное, вы что-то донайдете, особенно если вы торгуете несколько рынков. Поэтому недальновидность, она вас губит, конечно же. Вы не смотрите вперед, вы не смотрите в будущее, что вам, как вы будете дальше, да, вы объемы превышаете, вы жадничаете, вы не понимаете, что вам нужно дальше как-то жить с трейдинга, да, и вам нужно сохранить счет, сохранить свой капитал. Поэтому вот именно вот неумение смотреть как-то вперед, это тоже большая проблема. Страх. Страх зайти в сделку, да, страх, страх там потерять деньги, да, это тоже проблема. Страх получить стоп, страх зайти в сделку. Вот оно другому, как, знаете, рознь, как бы, одна, один страх рознен другому страху. То есть вы боитесь, например, стоп получить, опять же, я всегда говорю, вот стоп получить, ничего в этом такого нет. Получили стоп, и ладно, все, стоп это вообще нормально. Можно половину своих убыточных сделать, то есть, точнее, я имею в виду, половину вообще своей торговли, 50%, да, получить, получать убытков. А кто-то получает и 70% убытка, да. Если вы зарабатываете, если вы берете там 3 к 1 как минимум, если у вас правильные техничные стопы, и при статистике 70% убытка, при 30% прибыли, и то можно выходить в плюс, понимаете, да. Поэтому стопы это вообще нормально. Это вы должны принять как данность, как факт, что это есть, это будет всегда с вами. И это нормально. Получились стоп, и ладно, да, дальше там торгуете, перезаходите или что-то другое торгуете. В чем самая ошибка, да. Стоп должен быть нормальный, адекватный, техничный, просто чтобы вас не убило, да, чтобы вам по психике как бы не ударило, по вашему счету не ударило, чтобы вы получили, и у вас как бы сильно вас не особо, ну, особо вас как бы не дезориентировало, да, в торговле. Страх зайти в сделку. Вот вы себе спрогнозировали, и вы боитесь зайти в сделку. В основном это больше связано с тем, что ранний трейдер очень много терял денег, он терял постоянно, и он вообще страх опять потеряет. У него, например, сейчас тоже крупный какой-нибудь счет он открыл, все, он вроде научился, но он боится просто заходить в сделки. Вот и все. Но здесь, честно, вот моя рекомендация людям, которые боятся, вот проработать все от и до. Страх это неуверенность, да, неуверенность в себе же, да, неуверенность в своих знаниях. Такого быть не должно. Вы должны быть уверены в своих знаниях на 100%. Вы должны быть уверены в своей системе на 100%. Ничего у вас не должно как-то колебать, какие-то новости, какой-то шум, какая-то, извиня, новость, вообще не должно вас это трогать. Вот у вас есть система, есть определенные условия, у вас расписано, что делать дальше, если вы получили 100%. То есть у вас все должно быть прописано. Опять же это лень. Вернемся к лени. Лень, страх, да. Вы поленились, что-то не сделали, теперь вы боитесь. Вот и все. Страх это та же эмоция, она тоже вам мешает. Это эмоции. Все, эмоции не должно быть. Жадность, лень, страх это эмоции, которые вам просто мешают. Мешают вашей системе. То есть трейдинг это системность. Это вот вы зашел, человек должен безэмоционально просто зайти и выйти. Все, никакого страха не должно быть. Следующее, игнорирование ошибок. Опять же вернемся, да, опять же лень. Игнорирование ошибок. Вот трейдер вот просто, он получает убытки. Он не занимается своими убытками. Он не занимается своими позициями убыточными. Он не умеет управлять капиталом. Не хочет как-то этому научиться. Не хочет профильтровать свою торговлю. Он это все игнорирует. Он это все откладывает на потом. Он не хочет разобраться в каком-то возможно новостном анализе, почитать. Он не хочет разобраться в техническом анализе. Себя проработать, нарисовать эти картинки. Посидеть много часов над этими графиками все-таки. Посмотреть, что работает на рынке, что не работает. Закономерность выявить их. Это просто нужно сесть и заниматься. Все. Если этого не делать, ничего не будет. То есть, никого-то именно вперед. Вот этого долгосрочного сотрудничества с трейдингом у вас не получится. Поэтому игнорировать не нужно. Если вы любите это делать, начнем с того. Нужно спросить у человека, кто хочет что-то добиться в трейдинге, а любишь ли ты трейдер вообще. Почему ты этим не занимаешься, значит, ты его не так любишь. Вот и все. Ты все игнорируешь, ты ленишься, и тебе это все как-то не в удовольствие, скажу так. Следующая надежда на новостной анализ. Почему я вписала сюда этот пункт? На самом деле, я очень часто попадалась на этом пункте именно, да и вообще, вот даже не так давно, именно вот на новостной анализ. Вот мне казалось, какая-то новость выходит, вот я там себе проанализировала, так-так-так должно быть, и все-таки вот инструмент пойдет так. А нет. Очень, на самом деле, хитрый вообще такой фактор, новость. Очень хитрый. Если мы сейчас возьмем вообще экономиста, да, вот те, кто разбирается в мировой экономике. Я скажу про себя, у меня нет экономического образования. То есть, то, что я знаю сейчас про рынок, всю эту специфику, я это все наработала как бы опытом, годами, практикой. Я это все читала, изучала и смотрела, как рынок реагирует на новости. И на самом деле, скажу сразу, мировая экономика, да, те, кто учится, да, на экономистов, это немножечко все-таки другое. Да, это хорошо, это вам все-таки как-то поможет именно в анализе, да, экономической ситуации в мире и так далее. Но как рынок реагирует на новость, здесь уже следующий пункт, здесь идет обучение совершенно другого плана. Потому что новость вышла там в том месяце, да, а рынок на нее реагирует только в этом месяце. Хотя по факту эта новость уже сработала. Ну, по факту уже в реальности это уже как бы уже в цене, уже это все идет. То есть, уже новость, она уже работает, да. Она уже работает где-то там, да, возможно, в каком-то секторе, да, в стране. Поэтому полагаться, да, это особенно касается всех, кто торгует акцией. Вот они эту компанию вот торгуют, вот они ее смотрят, вот она нормальная, вот все нормально и игнорируют при этом технический анализ совершенно. Это плохо. Технический анализ это 80%. Те же акции это 80% технического анализа. Только 20% ведет вброс какой-то, да, именно с экономической точки зрения, да, чисто экономической. Я имею в виду именно вот эта чистая экономическая динамика. Не то, что вы, не то, что, я имею в виду вот то, что вы прочитали, да, например, СМИ, что пишут, да. Начнем со СМИ, да. СМИ тоже иногда бывает приукрашивают или пишут неправильно, или пишут вообще вру, да, еще что хуже. Чистая экономическая вот эта динамика, когда реально, да, произошло что-то хорошее в компании, и это реально хорошее отразилось на газе. Такое бывает не всегда. Да, то есть именно вот этот момент чистой экономической динамики на графике, да. Основно она также бывает, выходит отчет хороший, вроде все новости хорошие, а акция почему-то вообще себя ведет противоречиво. Также и валютная пара. Вроде процентную ставку повысили, банк там объявил центрально, что все хорошо, но валюта ведется иначе. Тоже непонятно, да. Поэтому полагаться, я имею в виду, я не говорю, что не нужно полагаться. Он как бы, это же комплексный, да. Трейдинг это комплексный анализ. Трейдинг это вообще комплексный откодительность. Полагаться чисто на новостной анализ не рекомендую. Вот конкретно только на новость нет. Если вы трейдер, да, если вы не инвестор, скажем так, если вы спекулянт, если вы трейдер, если вы хотите торговать на рынке, на графике, технически нужно торговать технику. Обязательно. Техника, уровни, энергия и новости, да. То есть, в комплексе, а не что-то одно. В принципе, все. Вот такие пункты, вот такие вот проблемы для трейдера, да. У трейдера, который вот преследует его, в принципе, на протяжении всей его деятельности. Или вы-то он там начинающий трейдер, или он уже торгует, они присутствуют в нем. И у меня только один вопрос, да, к человеку. Любишь ты ли ты трейдинг? Зачем ты здесь находишься, если все эти проблемы у тебя в голове, эмоции, ты их, да, подключаешь. Их нужно убирать. Потому что трейдинг, он не любит эмоциональных. Трейдинг не любит тех, кто наторопливых, да, не любит. Тех, кто любит в шум. То есть, ну, что не любит, скажем так, да, вы никогда не подружитесь. Вы никогда не найдете вот эту вот золотую середину, какой-то баланс. Если вы, если у вас вот эти все пункты сегодняшние, которые я перечислил, будут в вас, да. Если вы не будете меняться, это нужно брать себя в руки, да. Потому что трейдинг, скажем так, все равно это для сильных таких устойчивых личностей, которые либо сломали себя, да, либо как-то попытались себя как-то чуть-чуть немножечко перевоспитать и приложить таких прям усилий, да, и научиться все-таки, научиться торговать. И скажу момент, да, про рынок. Если вам что-то не нравится в рынке, в определенном, бросьте этот рынок, да. Рынков там их несколько. Выберите что-то другое. Если вы не понимаете форекс, уйдите на крипторынок. Не вы понимаете крипторынок, уйдите на форекс. Не понимаете акции, там, уйдите на еще что-нибудь, там, не знаю, на фьючерсы и так далее. То есть, на самом деле, есть выбор. Есть инструменты, которые вы не понимаете, убирайте их. Есть акции, которые тоже вы не понимаете, например, с экономической точки зрения, с технической точки зрения, вы не понимаете вообще, как они будут. Криптомонеты тоже. Ну, это касается, в принципе, всех активов, которые есть. Поэтому торгуйте то, что вы понимаете. Тогда, возможно, вы сможете справиться с эмоциями, да, и с теми проблемами, которые сегодня я озвучила. И в итоге прийти, да, к хорошим результатам. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Если вам видео было полезно, получили пользу, да, ставьте лайк. Это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчуков, чтобы не пропускать следующие видео. Всем до встречи. Всем пока.